Тили-тили-тили-тили-ли-тили-ли-ли-ли-ли-ли-ли. А почему браки распадаются? Причин много для распада браков. Ну, стандарт. Когда мужчина с женщиной перестают ладить. То есть, когда они не могут уживаться под одной крышей. Ну да. Но ведь моменты, когда мы все с мужьями, с женами ругаемся, спорим, хлопаем дверями, хотим развестись, ведь этих же ситуаций много в жизни бывает, но кто-то разводится, а кто-то не разводится Ну да, вот разница в чем, кто-то разводится, кто-то нет Более того, если мы возьмем коллективные, особенно современные настройки, если берем Советский Союз, то там с разводом были проблемы А современные, посмотри, здесь уже измена возведена в норму То есть любого психолога, возьми публичного, кто там выступает, которые миллионы подписчиков имеют, они все сразу говорят априори, что нет пар, где бы мужья не изменяли женам, или жены не изменяли мужьям То есть измена возведена в норму, то есть ложь в семье уже возведена в норму И получается, что единственное, что удерживает эти браки, это имущественные отношения Это деньги Это то, что человеку жалко потерять, это свой комфорт, свой статус, свое финансовое положение Что там спутник его заберет, половину его недвижимости, или то, что предназначено ему по брачному, причитается по брачному контракту Но это реальность такова То есть любовь вообще низведена, чистота и искренность вообще не обсуждаются Более того, чистота и искренность не обсуждаются при заключении брака То есть там тоже выгода рекламируется Расчет, брак по расчету Расчет, да, что женщина изначально мальчикам в уши вводится, что ты должен там выучиться, заработать, открыть бизнес, стать миллионером А потом уже тебя будет обслуживать любая соска, и даже отношения телки, соски и так далее Современная культура Да, если брать мужчину и женщину Мужчину и женщину В этом плане в инфодайминге немножко легче, а где-то сложнее Но точно так же создаются пары И точно так же у пар есть низкладухи Хотя пары там, ну обычно женщина-женщина, иногда женщина с мужчиной Женщина с мужчиной еще более сложный пар В инфодайминге В инфодайминге, да Потому что человек вообще чистоту и искренность считает пустыми словами И потом человек отражается в другом человеке и уверен, что другой человек точно так же должен в нем отражаться То есть если я вижу в тебе жадность, то значит ты должен во мне тоже видеть или жадность, или щедрость А другой человек может вообще этого не видеть То есть у него этого в голове вообще нет Это ты видишь Вот это ты видишь, этот акцент на себя люди не делают То есть они его сразу заменяют страданиями Мне больно И потом манипуляциями ты должен Не я должен измениться, да, потому что мне больно Если ты сел жопой на гвоздь и тебе больно, то априори слезь с гвоздя, да? Но это в физическом теле А смотри, когда мы берем разводы Я сижу на гвозде, мне больно, но ты должен измениться Да, этот гвоздь убрать, кстати Ты должен убрать из-под меня этот гвоздь Из-под меня этот гвоздь, да Иначе ты плохой Иначе ты плохой, да Но при этом я с тобой могу не разводиться, а пойду тебе изменю Потому что нам надо будет делить недвижимость И это общество здорово на голову Или слышишь, я пойду тебя тоже на гвоздь посажу И мне тогда будет легче сидеть на голове Это же тоже так Да, да, да И ты тогда будешь гвоздатой, я гвоздатой И не будет тогда нормально гвоздатой Точно Точно, да Ну, это так Ну, да И даже есть Так даже люди говорят Ну, как говорят Вот, допустим Мне плохо, да И Человеку плохо Спрашиваешь Ну, говорит там Ну, поменяй тогда жизнь И там По-другому начни жить Посмотри взгляд Возьми другие взгляды на жизнь Поменяй свои Да А человек говорит Как это что-то Как Может, я пример не совсем правильно Но к тому, что Ну, вот посмотрите И им же плохо тоже То есть Не совсем пример правильно То есть я к чему? Что человеку легче воспринять То есть мне плохо Я не хочу меняться Я буду смотреть на тому Кому еще хуже Оправдывать тем, кого хуже Кому еще А, вот я Да, ответ Такой, что Посмотри, а тем же еще хуже И живут же Ну, не вопрос Тогда И не плачут Тогда, да Ну То есть не вверх Знаешь А так Я останусь на этом гвозде сидеть Потому что те сидят на двух гвоздях Еще хуже Не, на самом деле Вопрос чистоты искренности Не поднимается в обществе А это важный вопрос И не поднимается вопрос благодарности Хотя я сегодня была немножко удивлена Даже Удивлена То есть я вышла со всех чатов Там на дачах В доме Отовсюду Но у меня остался один чат моего подъезда Чтобы быть в курсе Когда отключают лифты Или когда проверяют теплощетчики Потому что там надо открыть дверь И там пишут объявление Что тогда-то надо Чтобы кто-то открыл дверь Чтобы впустил на этаж Да Поэтому Вот Один чат у меня остался И там были разборки по лифтам Как раз Потому что сегодня отключали Там на два часа лифты На ремонт ставили И Началась ругань с председателем Ругались, ругались Они со вчерашнего вечера Ругались Там куча сообщений Но я не стала их читать Пролеснула Но в какой-то момент Как раз выпала фраза Когда председатель Когда лифты сделали Запустили На председателя Хоть кто-то спасибо скажет И меня смех разобрал Заметь Я долистала до конца Чтобы посмотреть А никто спасибо не сказал То есть Это тоже показательно Наблюдательный такой момент был И В нашем обществе Не принято быть искренним И не принято благодарить Просто не принято Автоматическое спасибо Буркнуть Да И вот смотри Точно так же мужья Относятся к своим женам Когда встают из-за стола Часто ли говорят спасибо Это уже перестает быть нормой Этому не учат детей Если еще Вот этот маленький Ну скажи спасибо Он говорит сисиба Ай-яй-яй Все На этом закончилось обучение Благодарность Получается Это упущенный момент полностью И ведь Неблагодарности В моменте здесь и сейчас А именно благодарность Отражает ценность того Что ты имеешь Если ты это имеешь И осознаешь Что ты это имеешь И ты благодарен Этому То ты ценишь то Что ты имеешь То есть благодарность Это показательный момент Который как утрамбовывает почву И говорит Да Я ценю то что я имею И если я ценю то что я имею То я тогда ценю свою пару Я ценю своего мужа Жену Я ценю свою пару В инфодайинге А в инфодайинге вообще Брак не заключается Письменно Не заключается На небесах Нигде И Поначалу Люди пробуют пары В дружбе Люди пробуют пары Муж-жена Это вообще Очень стремная пара Очень сложная пара Потому что Абсолютная искренность В отношениях Абсолютная открытость В отношениях В семьях Но она А приори Очень сложно Дается Очень сложно Все равно Это постоянное Взятие на себя Ответственности За свои поступки Решения И так далее Все равно Проще вынести И сказать Ты не доделал Ты не убрал Ты там смотри Ты Вот это ты Пока оно есть И все равно Оно в семье будет Во всяком случае Это очень высокий Уровень осознанности С обеих сторон Чтобы это ушло И это самоконтроль Достаточно большой такой А понимаешь А в паре У инфодайверов Все равно будут косяки И помнишь Как мы проходили Эти косяки Конечно Помню Это надо набраться Силы Реально силы Прийти и говорить Напрямую В лоб Я чувствую Вот это и это Давай разбираться И оказывается Что я могу Там что-то перепутать Я могу И я в то же самое время Ведь это чувствовала Значит был косяк Может этот косяк Не тот Который я отразила А другой Но через искажение Он так был воспринят Но это надо проговаривать Да Когда проговорил Ты просто понимаешь Уже Ты даже сам проговаривая Ты слышишь со стороны Как будто себя Даже свой голос Свою речь И слышишь другого человека И ты понимаешь Уже совсем другая расстановка Совсем другая расстановка Совсем другая картина Получается И тогда получается Незачем разводиться А когда молчишь И носишь в себе Да Ты же ведь Однобоко Это Или еще Кого-то притягиваешь Для того Чтобы поговорить На эту тему Да Там вообще будет Искривление Искажение Все Это просто растет Ну Темное Как это Грязное стекло Грязное стекло Ты усугубляешь Стена Встает И самое главное Что Я вот сколько наблюдала За развалившимися Например парами Вторая сторона Находила Либо такую же Какаху Как была Да Потому что она Повторно Не проработала ее Либо оставалась одна Да То есть Зависала И не знала Как двигаться дальше То есть Как с обрезанными крыльями И это опять-таки Это Это повтор Это ошибка И это ошибка Неосознанная Потому что И будет зависание Вот это Пока ты не осознаешь И не начнешь двигаться Дальше в чистоте И искренности Это большой кусок Работы над собой Кстати Вот в этом плане Мне понравилось Там У некоторых ребят Они Очень большой кусок Работы провели над собой Чтобы выйти из этих состояний То есть Это реально Рывок Но были те Кто Начали просто Со всеми подряд заниматься И более того Были те Кто смешал Начали работать С тремя С четырьмя Одновременно Попытки создать Группу А это Уже начинается Гунический театр Это игра В инфодаринг Это опять Про ложь И про искажение И тогда информация Не будет объективной И работа Не будет результативной Это уже будет хаос Хаос Который Ни к чему Не приведет Да А ну понимаешь Действительно Когда Если бы человек До конца догонял Практику зеркала Самую первую Самую простую Да Вот просто До конца Ее осознать Целиком Весь объем Той информации Которую Практика зеркала Предполагает Человек же Поверхность Только слизывает Вот я смотрю Себя И себя хвалю Ой какой я молодец И расценивает Это как Самовнушение Да Я самая Обаятельная И привлекательная Вот это Максимально У большинства людей В голове Глубже они не смотрят А на самом деле Когда понимаешь Что наша реальность И строится Вот этот момент Когда я смотрю Себе в глаза И когда я не перекашиваю Этот взгляд И когда нету Вот этого Пленки искажения А тогда у меня Действительно Гармония И тогда моя мысль Материальна Тогда действительно Мое сознание Создающее И так далее Вот эту пленку Искажения Когда мы не видим Все взгляд исказился Я уже стою Под углом к зеркалу И соответственно Так как зеркало Много кругом Пошли переотражения Вот пошли наши люди С кем мы играем И пошла игра Игра света Игра искажений И пока ты не найдешь Вот это искажение В себе Ничего не будет Да И когда говоришь Найдешь в себе Очень интересно Как человек Разворачивает это дело Смотри Вот то что мы В пятницу будем Разбирать на клубе И мне Я так благодарна Татьяне Что она прилетает В Минск Вообще она даже Не представляет Танюш Вот будешь смотреть Этот подкаст Я люблю тебя Я благодарю за то Что ты согласилась На участие в этом клубе Я благодарю Олечку За то что она согласилась На повторное участие В этом клубе Потому что Это надо было набраться Силы Потому что Вопросы здесь будут Аховы Это то же самое Как при разводе Ну да Это вывернуться Наизнанку Вывернуться Но Тогда становится Очевидным Что один раз Прожив Вот эту изнанку У тебя больше Не будет моментов Когда ты Даже со своим мужем Разговариваешь Будешь говорить Ой Ты там виноват В том-то Нет Я осознаю Что я вот здесь Не доделала Вот это Я пошла И доделала А муж Он меняется При этом Все Он мне говорит Об этом Своим поведением Его поведение Его проявление Всегда мне об этом И никак иначе И так каждый момент И тут же Вот даже Те, кто будут слушать А как-то Да на самотек Пустить Вот я ему сказала Там сарай дострой А он сарай не достроил Подожди Давай разберемся Кому нужен сарай Кого не устраивает Что он не достроивается Да И кто манипулирует Кто управляет Кто давит Кто обвиняет И так далее И зачем тебе Эти манипуляции Давление Обвинение И так далее Конечно очень хорошо Оправдать материи Очень хорошо Но Когда ты Возьмешь И достроишь сам Может оказаться Что этот сарай Никому не нужен Но это пустой эпох Либо же Если действительно Вы в гармонии Достроите его вместе Он может быть Вам нужен был Обоим И у кого-то Не хватало силы И ресурса И ты вместо того Чтобы дать силу И ресурс Манипулировал Человеком И обвинял Да Еще больше Забирал его И у себя Сливал Да А представь что может Такая быть ситуация И Такие ситуации Они и есть в жизни Когда вот этот сарай Образно Люди разводятся Из-за сарая А он По итогу Не нужен А люди Потеряли Друг друга Представляешь Ты знаешь Я не просто Представляю Я 25 лет На эту тему Хотела развести Только у меня была дача Подаренная родителями Точно Недостроенная Понимаешь 25 лет Я просто прожила Каждой клеточкой Своего тела Все возможные варианты Недостроя То есть это было жутко Пока до меня Не дошло Что Наташа Посмотри в себя И когда я посмотрела В себя И мое отношение Изменилось Хватило Двух лет И все И точка Понимаешь Но это был Очень большой разворот К себе И очень большой Силовой потенциал Очень большой Но я стала Другой на этом И на самом деле Когда я смотрю На эти 25 лет Всего что было Там обид Манипуляции Вспышек Гнева Там и так далее Эмоции Я понимаю Что это все Сделало меня сильнее Это все было для меня То есть Это как мышцы В тренажерке Накачать А на самом деле Смотри Дача Являлась Вот 25 лет Являлась Отбойной грушей На которую Сваливалась Ответственность За ваши все ссоры То есть Так вы не могли Напрямую Предъявлять Друг друга А вы через посредника Этого дача Выясняли отношения Недовольства Друг другом Вместо того Чтобы сесть И искренне То есть Видишь Искажения тоже Так то же самое Что сейчас Люди у кого нет дачи Они это сливают В чат Подъезда Вчера Это огромное количество Сообщений Я понимаю Ребята Это как у меня была дача Так там чат Подъезд Поэтому я со всех чатов Повыходила Вы свое лейте Сами Это не моя реальность А просто напрямую Поговорить И сказать Сила нужна Да Да И ответственность Поэтому вот эти все вещи И накачивают силовой потенциал И когда Пара распадается Проиграл Проиграл С обеих сторон Конечно Или выиграл Выиграл Это с обеих сторон Да А выиграл Выиграл Это когда уходят В благодарности К друг другу Когда смогли Сделать шаг На повышение И один И второй В рост Но это бывает Крайне редко Я даже не знаю Примеров разводов Или примера Распада пар Распада пар Когда такое было А вот на понижение Знаю очень много То есть смотри Люди поначалу Сходятся На Ну допустим На интересе Или на выгоде Какой-то Да Сходятся И они Какое-то время Люди Способны Терпеть Да Подавлять В себе Скрывать Терпеть То есть прятаться Какое-то время А потом Все равно Вылазит Вот этот червяк Вот если взять Даже отношения Муж и жены Сначала Это влюбленность Там Любовь Хорошо И где-то Ужимаешься Терпишь Уже потом Начинать Когда эта Влюбленность Так сходит Чуть-чуть Выплываешь И видишь Что-то не то Но ты еще терпишь 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 А в какой-то момент Начинается И вот пошла Тогда уже терка Пошла война Ну смотри Терпила То же самое В подсознании Подавляешь 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 И дальше Либо ты перебрасываешь В подсознание Злости И формируешь Сознание болезней И тогда Ты уже лежишь Болеешь И второй Тебя бегает Обслуживать Пошла игра На самом деле Манипуляция Игра пошла Манипуляция Только уже через психику Либо же Ты взрываешься Эмоционально Разрушаешь Все И потом Ты обесточенный Плачешь В подушку Гордо прогнала Рыдала Там бухала Рыдала Была в депрессии И так далее И дальше уже Только сроки меняются А суть остается одна Всего лишь Если что-то тебе не нравится Скажи Но при этом Говори это тоже Не с подвохом Говори для себя Чтобы услышать Что ты говоришь для себя Даже говоришь для себя Вот тебе болит что-то Или тебе не нравится Это тоже ведь болит Значит Тебя тревожит Раздражает это И просто Скажи это Не с таким Что ты такой А скажи просто Ты знаешь Чувствую Вот то-то Давай разберемся Что это за фигня И просто Напрямую Разобрал Так же Как и в паре Инфодавинга То же самое Не качать Вот эти Я авторитетнее Я Или там Знаешь Слушайся меня Я хочу Я знаю лучше Или делаю больше А ты не делаешь А тоже Если тебе Если у тебя уже есть Это пара И вы сошлись Ну просто Найдите Общее Если что-то тревожит Точно так же Проговаривай Проговаривай Но это не значит Что надо все Не устраивает Это накапливается И разбежались Оттолкнулись Как одноименные Снаряды В паре Инфодавинга Видишь Ключевая программа Которая не осознается Это конкуренция Конкуренция Конечно Это конкуренция Она не осознается И она Априори Запускается Потому что Как правило Пара Женщина Женщина В паре Женщина Мужчина Там немножко Другое Программное Обеспечение Здесь Как правило Выстрел Идет на конкуренции Но Это же компенсируется У инфодайверов Это большой плюс По сравнению С разводящимися парами Это вот эти книги То есть Человек Который Начинает читать У него Есть возможность Осознать Где он Косячит Без походов К психотерапевтам К тем Кто с тобой Будет работать Выводить тебя Из глубокой депрессии Решать твои проблемы За твои деньги И так далее Мне сегодня Так понравилось Один ролик Невзорова Где он говорит Про психологию Про психотерапию Как разновидность Мошенничества Вот просто Он говорил Нашими словами Мне очень понравилось Что это говорит Человек вслух И человек Который В общем-то Достоин уважения У него Есть неплохие мысли Про религию И про психотерапию Вот То есть У инфодайверов Есть большой плюс У них есть возможность Читать книги Потому что Когда пара Разводится Она попадает На те же грабли В принципе Кстати В парах Очень много конкуренции Мужчина-женщина Но там еще Кроме конкуренции Есть очень много Подавления И очень много Подавленной Конкретно Злости И агрессии Друг на друга Очень много Манипуляций На вине Обиде И так далее Очень много Семейных программ Автоматических Где люди Не чувствуют Вообще То есть Смотри Вот этот рывок Влюбленности Когда у тебя Гормоны Штырят Они еще Способны Почувствовать Для того Чтобы добежать До ЗАГСа А дальше Чувств нет Люди-роботы И поэтому Когда Вот мы поставили На начало Июня Программы По чувствованию И по управлению Восприятия Для начинающих Недорогие программы Но Это шанс Человеку Вообще Начать Действовать Делать шаги В ту сторону Чтобы чувствовать Начать Потому что Когда Ну как я не чувствую Вот Потрогай меня Я чувствую Это ты ощущаешь Подожди Вот эти твои эмоции Ах я такая Я вышла из травмы Это Ты эмоционируешь А чувства Где твои чувства Потому что За чувства Цепляется разум Чтоб ты не говорил Что он слуга интуиции Блин Да